Нормально я выгляжу уже, да? Ровно я сижу. Ага. Так, ладно. А уже идёт запись? Идёт запись. Можешь передать привет моим подписчикам. Привет подписчикам. Сегодня мы с вами поговорим о последних покупках. Покупках. Так, выключи музыку. Выключи. Должна быть полная тишина, да. Всем огромный привет и рада видеть вас на своём канале. Кто в первый раз зашёл ко мне на страничку, мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня мы с вами поговорим о последних покупках для волос, что из средств я себе приобрела. Как вы видите, я сделала окрашивание относительно недавно, в декабре. Ну не шуруди, да. И сегодня моё видео будет о последних покупках для волос. Всё, что я приобрела за последнее время, потому что я окрасила волосы. Прежде всего, последняя новость. Я окрасила наконец-таки волосы, как я давно мечтала. У меня балаяш. И в связи с этим я просто как маньяк какой-то скупала огромное количество косметики для волос, для того, чтобы защитить свои окрашенные волосы, чтобы был у меня правильный уход, чтобы краска не вымывалась. В общем, всё я вам сегодня покажу. Будет несколько видео. Сегодня у нас будет первая часть видео о покупках. Сегодня будет всё только о волосах. Все средства только для волос, потому что их огромное количество. А всё остальное, весь уход, декоративная косметика будет в другом видео позже. Это я вам сегодня и покажу. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. И первое, что я приобрела, я не успела покраситься ещё, но уже побежала в Ривгош. И купила средства для осветлённых волос от Джон Фридо. Это линейка Шер Блон, знаменитая их линейка, кто только не рассказывал о ней на YouTube. У меня увлажняющий шампунь и кондиционер Highlight Activity. То есть средства увлажняющие, активизирующие блеск. Здесь по 250 мл. В принципе, на эту линейку очень положительные отзывы, но она новая, и их не так много. Поэтому я думаю, что мой отзыв будет интересен. Честно говоря, линейка меня приятно удивила, потому что обычно Джон Фридо это очень такие силиконистые, очень перегружающие волосы продукты. Здесь этого нет. Волосы очень ухоженные, блестят, красивые, не перегруженные от этих шампунь-кондиционера. Волосы не пачкаются быстрее, это было крайне неожиданно. Но какого-то такого дикого питания, увлажнения моих именно уже осветленных волос я не заметила. То есть уход такой стандартный на каждый день. Какого-то питания, восстановления вы не почувствуете. Волосы будут хорошие, красивые, не перегруженные, будут хорошо укладываться. В целом линейка мне очень понравилась, поэтому я советую. Я думаю, что более интересна даже будет эта линейка для девчонок с именно светлыми от природы волосами, потому что волосы действительно очень красиво блестят. Следующий продукт из очень бюджетного сегмента. Это марка Формула Преображения. Это марка, которая производится в Санкт-Петербурге. И у меня шампунь с активированным углем и женшением. Эффект глубокого очищения волос для любого типа волос. Мне его посоветовала коллега, и он очень понравился, потому что он очень хорошо очищал корни волос. И волосы медленнее пачкались от него. Я эффекта такого не заметила. Но шампунь интересный. Во-первых, он вот такого угольно-черного цвета, если вам там сейчас видно будет. Вот, он очень черный. И я когда... Как раз я окрасила волосы, я мыла, по-моему, в первый раз вот именно этим шампунем. И я, честно говоря, побоялась сначала мыть, потому что у меня была история с маской для волос черного цвета, которая мне окрасила половину ковра в коридоре, когда я ее уронила. Поэтому я очень побоялась за свои волосы, вновь окрашенные, осветленные, из-за того, что он очень-очень черный. Но ничего, в принципе, помыла волосы. Мне нравится в этом шампуне, что волосы очень хорошо лежат. Он не распушает около корней волосы. Вот эти вот baby hair, которые потом невозможно ничем уложить. Мне нравится, как волосы лежат после этого. Но какого-то вот такого пролонгированного эффекта чистых волос я не заметила. В целом шампунь очень понравился. Мне здесь 250 мл. Стоит он до 100 рублей, ну вот в районе 100 рублей. Поэтому очень бюджетный. И если у вас нормальные волосы, но без каких-либо явных проблем, то советую этот шампунь. За свои деньги он просто прекрасный. Мне очень нравится. Следующая линейка, которая у меня появилась совсем-совсем недавно. Я ее даже не успела пока попробовать, но возлагаю на нее надежды. Это линейка от Pantene. Питание и блеск. Сбалансированный уход без утяжеления волос. Для нормального смешанного типа волос. Я очень-очень большой фанат линейки Aqualight от Pantene. Мне безумно она нравится, потому что она действительно ухаживает за волосами. Насколько это можно говорить о масс-маркете. Она делает волосы очень красивыми, очень ухоженными. При этом действительно не утяжеляет. Поэтому на эту линейку я тоже, как я понимаю, это новинка у Pantene. Возлагаю огромные-огромные надежды. Потому что, в принципе, Pantene в последнее время меня радует. Если вы тестировали эту линейку питания и блеск, то расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, какое у вас мнение. У меня здесь огромная бадья 400 мл шампуня. И, о господи. И 200 мл бальзама. Кстати говоря, очень удобно. Я думаю, потому что у меня всегда остается бальзам. А тут как раз-таки, я думаю, они у меня закончатся наконец-таки одновременно. Следующий шампунь, которым я появилась еще до моего окрашивания. Мне его дали в подарок на Невских берегах. Но решила сразу сюда же рассказать свое мнение о нем. Потому что я не рассказывала на канале о нем. Но, в общем-то, рассказывать практически нечего. Я думаю, что куда-то его даже больше и не добавить ни в какое видео. Это марка Коралл. Шампунь для объема. Для тонких волос. Здесь у нас... Сколько здесь объем-то? Здесь так мелко все написано. Как будто... А, 250 мл. Хотя, я думала, поменьше. Шампунь мне, честно, не очень понравился. Потому что волосы от него быстрее пачкаются. То есть, на следующий день они уже какие-то жирные, некрасивые. Но самый большой минус, он очень пушит волосы. Он не дает объема заявленного. То есть, волосы не приподнимаются от корней. Но вот объем моим вот этим вот маленьким волосикам, он дает бомбически. Я похожа на одуванчик. Вот эти маленькие волосики, таможицы в разные стороны. И это вообще ничем невозможно вложить. Это лаком даже не держится. То есть, настолько он распушает вот эти маленькие волосы. Выглядит неопрятно, некрасиво. Никак волосы не уложить. И мне шампунь поэтому не понравился. Следующие продукты у меня от марки Dailin. Это марка органической косметики. Тоже, по-моему, производится она в Санкт-Петербурге. У меня появилась маска для поврежденных волос. И сыворотка для поврежденных волос, текущихся кончиков. Тоже я как-то очень отнеслась, очень много ждала от этого ухода. Но вот по поводу маски могу сказать, мне она понравилась. Но единственное, что это, наверное, все-таки не маска в таком привычном понимании, которое реанимирует волосы, которое их напитает, увлажнит, как-то серьезно поменяет их состояние. Маска все-таки больше, как такой ежедневный кондиционер-бальзам. Потому что она неплохо ухаживает за волосами, но мне этого питания недостаточно, именно вот чтобы я сказала, что это полноценная маска. В целом продукт классный, в удобной упаковке 230 мл. Спасибо, господи, создателям этой маски за то, что они догадались в такой именно упаковке выпустить маску. Потому что я, честно говоря, небольшой фанат вот этих масок. Я, в принципе, не фанат упаковок именно как банок. Потому что ты залезаешь в эту банку, ее нужно открыть мокрыми руками. Это все так неудобно и как-то, мне кажется, негигиенично, потому что ты мокрыми руками туда залезаешь, капаешь туда водой, там сверху образуются лужицы. И как-то, мне кажется, это не очень положительно влияет на свойства средства. А тут все очень неплохо упаковано, удобная упаковка. Маска, она достаточно густая, но все-таки добыть ее несложно из этой упаковки. Мне, в общем, в целом понравилась маска. Но я говорю, что это больше как бальзам. Сыворотка немного посложнее ситуация. Сыворотка здесь 100 мл. Мне, я ее пока не поняла. Возможно, я больше приноровлюсь, но пока я, честно говоря, боюсь что-то говорить о ней. И нравится она мне, и не нравится. У меня оно показалось... То есть я привыкла к средствам для секущих-секольчиков более масляные, чтобы они действительно так больше ухаживали за счет масел. Здесь, мне кажется, она очень сухая и силиконистая. Не поняла я пока эту сыворотку, поэтому ничего сказать вам не могу. Если вы пробовали марку Дайлин, обязательно дайте знать мне в комментариях. С удовольствием почитаю ваше мнение, какие из продуктов вам нравятся, что вы из этой марки советуете. Следующий продукт от Шварцков. Это линейка Бонакур. Спрей увлажняющий. Так, Moisture Kick. Здесь 200 мл. Это обычный такой несмываемый спрей-кондиционер. Не смывашка, как я их называю. Я их очень сильно люблю. Часто использую на свои волосы. У меня как раз закончился мой любимый спрей-кондиционер из линейки Pantin Aqualite. И я приобрела как раз этот по совету подруги. Мне нравится. Он действительно делает более мягкими кончики волос. Он сразу приглаживает их. Они лежат лучше. Увлажняет сразу. Более они такие приятные становятся. Мне нравится очень. Также я думаю, что он будет очень медленно расходоваться. Здесь 200 мл. Большой объем. Пахнет приятно. То есть запах вообще классный. Он полупрофессиональный, полуприятный. То есть вот такой ненавязчивый. Еще один продукт от Pantin. Недавно совсем появился у меня. Пользовалась буквально пару раз. Это мгновенное укрепление. Сыворотка. Укреплять защищает. Это также продукт несмываемый. Я решила комбинировать какие-то укладки свои. Делать с маслом для волос. Какие-то делать именно с этой сывороткой. Она как-то полегче мне показалась. Мне понравилась. Она сразу же как-то разделяет волосы. Дает их расчесать. Приятный продукт. Пока больше ничего сказать не могу. У нее приятный также ненавязчивый аромат. Делает волосы мягкими, более ухоженными. Легче они расчесываются. Кончики сразу более увлажненные, напитанные, более тяжелые. То есть если вы любите выпрямлять волосы с сывороткой, вам как раз таки будет очень кстати. У вас кончики будут более красиво лежать. В общем и целом нравится продукт. И появилось у меня три продукта от VeloFlex. Пробовала, честно, пока только два. Вот этот у меня стоит. Это спрей для укладки феном. С увлажняющим комплексом. У меня, честно говоря, мама так смотрит на него. Говорит, Маша, ты знаешь, мне кажется, твоим длинным волосам этот спрей будет. Как к мертвому припарка. Поэтому отдай его мне, пожалуйста. Вот я говорю, мама, хорошо, я потестирую. Если пойму, что это не мое, конечно же, я дам тебе. Куда же я его не пить, же мне его. В общем, пока не пробовала, ничего сказать не могу. Ну, если вы пробовали этот спрей, обязательно напишите. Особенно меня интересует девчонки, у кого волосы вообще никак не держат объем, никак не укладываются в этом плане, то обязательно напишите, помог вам этот спрей или нет. И два продукта от VeloFlex. У меня линейка сияния цвета, мусы для волос. То есть я как-то не возлагала надежды на него в плане укладки именно, что он будет мне придавать объем от корней, но делала на него кудри. Кудри изначально более текстурированные, получается, с этим муссом. По стойкости я не поняла пока, нравится мне или не нравится. Но мне нравится, что кудри, они не пушатся в разные стороны, они приобретают такую очень хорошую текстуру, более гладкие, более сияющие. Вот это могу отметить точно, мне очень понравилось. Здесь сильная фиксация, троечка. И из линейки блеск и фиксация, для естественного блеска до 24 часов. Супер сильная фиксация, пятерка. Лак для волос. Надо было сначала, наверное, сказать лак для волос, а потом уже перечислять все его свойства, а то вообще непонятно, как шиворот на выворот. Ну, в общем, лак для волос. Мне понравился, потому что он действительно хорошо фиксирует, не склеивает волосы. Я, на самом деле, устала вот именно от лаков для волос, в плане того, что либо лак вообще ничего не фиксирует, ничего не делает, это лак для волос с таким микро распылением, выбор стилистов, такой серой упаковки, тоже из масс-маркета. Либо лак настолько все фиксирует, вот так вот стучать можно, как каска получается. Этот лак как раз-таки и фиксирует, и его на волосах не видно. Мне очень понравилось, из бюджетного сегмента, в общем-то, советую посмотреть. И это все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях про дайлин, про понтин, что из этого вы тестировали. Обязательно прочитаю ваше мнение. Также обязательно напишите мне, пожалуйста, как вам мое окрашивание, идет мне или нет. Мне кажется, что очень круто смотрится, очень освежает. Я просто не очень хотела как-то серьезно менять свой цвет волос, потому что, в общем и целом, я от него в восторге. Хотелось просто освежить, как-то придать изюминку. И мне кажется, у меня получилось. Напишите мне, пожалуйста, как вы думаете. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока-пока.